Реализация нацпроектов в Дагестане на президиуме правительства подвели предварительные итоги. Курирующие министры отчитались о работе ведомств в этом направлении. Подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. По пяти нацпроектам достигнуто стопроцентное кассовое освоение. Это производительность труда, туризм, безопасные качественные дороги, цифровая экономика и экология. Об этом рассказал премьер-министр региона. Он напомнил, крайний срок заключения всех контрактов был еще первого декабря. Однако не все ведомства успели к дедлайну. В рамках реализации нацпроектов в этом году должны были заключить более 1200 договоров. Отставание от графика наблюдается у трех нацпроектов. Это демография, здравоохранение и образование. Демография. Есть риск необеспечения водоэксплуатации 21 детского сада и, соответственно, риск неосвоения средств. По оснащению центров занятости по двум контрактам еще не заключены. Тоже учетом того, что 27 числа заканчивается финансовый год. По федеральным регаммам, по нацпроекту здравоохранения заключено 373 контракта из 383 запланированных. По словам курирующего министра, оставшиеся 10 договоров ведомство успеет заключить до конца этого года. По быстроразводимым модульным конструкциям 2011 года, которые мы перезаключали, из 24-11 на сегодня готовы. Мы будем производить, после завершения всех этих, будем производить, по-видимому, сегодня-завтра уже оплату. По остальным вопросам мы прорабатываем. Все подрядчики обязались нам в 23-й часу доставить документы на оплату. Поддержка семей старшего поколения, занятости населения и развития спорта. Этими вопросами займется Минтруда в рамках нацпроекта «Демография». Руководитель ведомства заявил, работа по многим проектам уже активно ведется. В рамках нацпроекта «Образование» реализуется 7 программ. Благодаря этому образовательные организации оснащают современным оборудованием, а учителям, переехавшим в село, выплачивают единовременную компенсацию. Также обеспечена реализация мероприятий по единовременному компенсационному выплату 43 учителям, прибывшим в период на работу в сельские населённые пункты. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» создан региональный центр объявления поддержки развития способных талантов у детей молодежи «Альтаир». Созданы условия для занятий физкультурой и спортом 52-х общеобразовательных организаций. Это завершена установка 41 воркаута полоскового спортивного сооружения и отделаться мини-футбольных полей. На президиуме обсудили и нацпроект «Экология». В его рамках в республике построят три мусоросортировочных комплекса. По словам в Рио-министра, уже подписано соглашение с оператором, а в январе следующего года начнётся строительство. 13 сентября этого года заключены консультационные соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обеззавреживание, нельзя за хранение тёрдых коммунальных отходов. Это три мусоропрерабатывания, высокороочные комплексы, которые будут располагаться в Махачкале, Дербенте и Хасавете. Помимо обсуждения нацпроектов затронули и тему квалификации вице-премьеров. В регионе могут ввести институт оценки их работы. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, аналогичная оценка проводится и на федеральном уровне. А в числе критериев необходимо учитывать и результаты реализации национальных проектов. Наталья Ханбабаева, Махарбек Амариев, Юсуп Газиамаров, Рамазан Амаров. Время новостей.